Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Всем-всем большой привет! И с вами я, Татьяна. Сад-огород – это радость и гордость дачника. Но это еще и ответственность перед деревьями, кустарниками, цветами, растениями, которым мы даем жизнь в нашем саду. И как членов семьи их необходимо холить, любить, лелеять. А значит, кормить, поить, защищать и лечить. Да-да-да. А значит, должна быть что? Аптечка. Да, зеленая аптечка для растений. Как и у нас дома аптечка с самыми необходимыми препаратами для защиты нашего здоровья. Дело в том, что наши растения тоже болеют, переносят стресс. И наше дело – помочь ему в этом. Впереди новый сезон. На дворе весна. И пришло время покупок семян. Саженцев, рассады. Многие сейчас бросаются покупать семена рассаду. Растения – это, конечно, хорошо. Но, друзья, не стоит забывать о питании, о лечении и, наконец, о мульчировании. Ведь растения нужно посадить сразу правильно, чтобы оно хорошо прижилось, не болело, хорошо развивалось. Конечно, бывалый садовод запасается такой аптечкой с осени. А если кто еще не запаса, то прежде всего вам первый совет – проверить свои прошлогодние запасы. Ведь попадая в садовый магазин с удобрениями, их там столько много, глаза разбегаются. И мой вам совет – чтобы не накупить лишнего, сделайте списочек препаратов заранее. Читая яркие этикетки, нам кажется, что и это нам нужно, и это нужно. А как выбрать так, чтобы при этом не навредить ни себе, ни матушке-земле? Делюсь своим опытом. А каждый, как всегда, выбирает сам. И думаю, что первое, то, что можно записать в список покупок – это самый обычный марганец. Самый простой и доступный способ для обеззараживания, дезинфекции, семян, саженцев, земли, инструментов и даже тары для посадки. В аптеке его сейчас, конечно, не купишь. Но в садовых магазинах он есть. Следующий препарат, который необходимо иметь в своей аптечке – это, конечно, фитоспорин. Думаю, многие садоводы таким пользуются. Разводят по инструкции. Это очень универсальный помощник для растений. Современный, экологически чистый препарат. И для профилактики, и для лечения растений. От грибковых и бактериальных болезней. Как черная ножка, фитофтора, корневая гниль, парша и другие. От непогодных и других стрессов. Таким препаратом можно поливать растения все лето. Для профилактики одна столовая ложка такого препарата на 10 литров воды. И поливаем все растения раз в две недели. Он экологически безопасен. Но польза от него несомненная. Разведенный препарат можно использовать в течение всего сезона. Что очень удобно. Срок хранения, как заявляет производитель, 4 года. Обработанную продукцию можно употреблять в пищу в день обработки. То есть он безопасен. Его используют и для замачивания семян, черенков, луковиц. Можно опрыскивать растения. Для полива почвы при перекопке. А также для обработки компоста. Вообще это незаменимый препарат, который обязательно должен быть у вас в аптечке. Следующее, что следует приобрести, это эпин. Им можно опрыскивать свои растения. Для снятия стресса. При посадке, при пикировке. Для снятия стресса при возвратных заморозках. Замачивая семена, клубни или черенки в эпине. Повышается всхожесть, приживаемость, укоренение черенков. И чтобы эпин приносил максимальный результат, необходимо что? Правильно, необходимо знать, как разводить, какая дозировка нужна растениям. Но главное, когда именно и в каких случаях следует использовать. Растения, обработанные этой добавкой, становятся сильнее и выносливее. Специалисты рекомендуют обрабатывать эпином перед посадкой. Он абсолютно безопасен для человека и для животных. Поэтому его можно использовать без опаски. Не только для цветов, но и для овощных культур. Но меры предосторожности никто не отменял. Хотите хорошего эффекта? Применяйте эпин свежеприготовленным. Хранить не более 48 часов. Не под прямыми лучами солнца. Опрыскивать только в вечернее время, когда солнышко уже не попадает на растения. И не более одного раза в две недели. Очень часто необходимо вносить в почву одновременно два и более удобрения. Возникает вопрос, а можно ли их смешивать? Не всегда можно, а иногда и опасно. Смешивать ряд удобрений друг с другом. Обработали эпином перед посадкой для лучшей приживаемости. А через недельку фитоспорином от всех болезней. И так чередуем, если нужно. Если вы занимаетесь пересадкой или хотите получить зеленые черенки, то здесь вам помощник корневин. Стоит недорого, копейки, но отличный стимулятор корнеобразования. При укоренении черенков срез черенка слегка улажняем и опускаем в корневин. При посадке саженцев готовим раствор. 5 грамм корневина на 5 литров воды. Можно замочить корни растений на несколько часов, чтобы корни напитались этим раствором. Рассаду овощных и цветочных культур необходимо пролить таким раствором сразу же после высадки. Гитероауксин – это в принципе тот же корневин. Такой же стимулятор корнеобразования. Улучшает приживаемость, но свои нормы расхода. И следующий препарат, который должен быть в аптечке – это циркон. Это также природный регулятор роста корней. Повышает устойчивость к болезням. Способствует хорошему цветению и плодоношению. Конечно, очень много нужно препаратов для посадки, профилактики растений. Это и древесная зола. Это незаменимая добавка для подготовки почвы. О древесной золе можно говорить много, но я скажу коротко. В ней содержится масса полезных для растений веществ и микроэлементов. Она способна влиять на структуру почвы, делать ее более рыхлой. С помощью золы почву раскисляют. А еще я хотела рассказать о таком органическом удобрении, как биогумус. Он тоже должен быть у нас в аптечке. Биогумус – это гелеобразное органическое удобрение, изготовленное на основе экстрата биогумуса, с быстрым эффектом применения и длительным действием. В составе удобрения уникально сочетаются природные гуминовые и фульвокислоты, почвенные бактерии, фитогормоны и другие биологически активные вещества, макро- и микроэлементы. Все действующие вещества удобрения находятся в составе легкодоступных для растений органических комплексов. Удобрение применяется для подкормки рассады, овощных, дягодных, декоративных культур на начальных стадиях роста и после высадки в грунт. Биогумус можно применять при замачивании семян, поливать при посадке растений, делать корневую или некорневую подкормку. Полив и опрыскивание стоит чередовать. Биогумус стимулирует рост растений и он дает возможность получать богатый урожай. Биогумус улучшает структуру почвы, ее плодородность, способствует восстановлению после истощения. Ну что ж, дорогие друзья и гости моего канала, я надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующем видео! Субтитры сделал DimaTorzok